Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке поговорим о дружбе, о том, что нельзя спорить, что быть другом нелегко, а стать настоящим другом ещё труднее. Как вы думаете, ребята, а можно научиться вежливому общению, чтобы стать настоящим другом? Конечно, можно! Давайте, люди, дружить друг с другом, как птица с небом, как травы с лугом, как ветер с морем, поля с дождями, как дружит солнце со всеми нами. Тема урока «О чём спорят дети». Сегодня на уроке мы продолжим учиться составлять диалог. Вспомним, как отвечать на вопросы «чей», «чья», «чьё», «чьи». Узнаем, что такое монолог. Узнаем, как можно решить споры. Во-первых, ответим на вопрос «чей». На этот вопрос ответим в виде диалога. Это чей карандаш? Это мой карандаш. Нет, это мой карандаш. Не спорьте, это ваш карандаш. Хорошо, это наш карандаш. Значит, на вопрос «чей» мы отвечаем словом «мой», «наш», «мой карандаш», «наш карандаш». Дальше отвечаем на вопрос «чей». Это чей дневник? Это мой дневник. Нет, мой дневник. Не спорьте, это дневник Асана. Здесь также на вопрос «чей» мы отвечаем словом «мой», «мой дневник». Продолжаем отвечать на вопрос «чей». Это чей портфель? Это мой портфель. Да, это твой портфель. Повторите, ребята. Чей портфель? Мой портфель. Теперь отвечаем на вопрос «чья». Это чья ручка? Это моя ручка. Нет, это моя ручка. У тебя ручка какого света? Синяя. Значит, это его ручка. Если задаём вопрос «чья», то отвечаем «моя», «моя ручка». Повторите, пожалуйста. Чья ручка? Моя ручка. Продолжим отвечать на вопрос «чья». Это чья книга? Это моя книга. Нет, это наша книга. Мы ответили на вопрос «чья» словами «моя» и «наша». Моя книга – наша книга. Ещё в этом диалоге, как и в предыдущих диалогах, в споре родилась истина, то есть правда. Повторите. Чья книга? Моя книга. Наша книга. Продолжаем отвечать на вопрос «чья». Это чья тетрадь? Это моя тетрадь. Нет, это моя тетрадь. Здесь написано «тетрадь Асана». Извините. Мы ответили на вопрос «чья» словом «моя» – «моя» тетрадь. Теперь вы повторите. Чья тетрадь? Моя тетрадь. А теперь ответим на вопрос «чьё». Чьё – это яблоко. Это моё яблоко. Нет, это моё яблоко. Не спорьте, я вам его поделю. Здесь мы ответили на вопрос «чьё». И ещё учительница разрешила спор ребят, поделив яблоко поровну. Скажите вы, чьё яблоко? Моё яблоко. Продолжаем отвечать на вопрос «чьё». Это чьё ведро? Это моё ведро. Принеси, пожалуйста, воды. Хорошо. Спасибо. Мы ответили на вопрос «чьё» словом «моё» – «моё ведро». В этом диалоге мы видим, что дети уже не спорят, что они хотят быть дружными. Теперь вы скажите «чьё ведро» – «моё ведро». Дальше также отвечаем на вопрос «чьё». Это чьё озеро? Это наше озеро. Как оно называется? Иссыкуль. Мы ответили на вопрос «чьё» словом «наше». Наше озеро. Повторите вы. Чьё озеро? Наше озеро. Ребята, а вы любите отдыхать летом на озере Иссыкуль со своими друзьями? Да, конечно, с друзьями отдыхать интереснее. Мы с вами поработали со словами, которые отвечают на вопросы «чей», «чья», «чьё». Чтобы узнать, как вы это поняли, мы с вами, ребята, поиграем. Игра называется «четвёртый лишний». В первом ряду – «книга», «книга», «карандаш», «портфель». Что лишнее? Правильно, «книга», потому что от этого слова мы задаём вопрос «чья», а от остальных слов вопрос «чей». Смотрим второй ряд. Смотрим второй ряд. Ведро, «книга», 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 «книга». Что лишнее? Да, правильно, «тетрадь», потому что от этого слова задаём вопрос «чья», а от остальных слов вопрос «чьё». Продолжаем играть. Только в этой игре животные потеряли свои вещи, и мы должны помочь найти им то, что они потеряли. Это чей хвост? Это мой хвост, говорит щенок. Это чья морковь? Это моя морковь, говорит заяц. Это чьё яблоко? Это моё яблоко, говорит ёжик. Это чьи грибы? Это мои грибы, говорит Белочка. А сейчас послушайте текст, о чём спорят дети. О чём спорят дети? Был у Вани и Феди игрушечный вертолёт. Стали они спорить, чей вертолёт. Мальчики начали отбирать игрушки друг у друга. Дай мне, это мой вертолёт. Нет, ты мне дай, вертолёт не твой, а мой. Мама сказала. Не спорьте, это ваш вертолёт. Это ваши игрушки. Вы послушали текст, о чём спорят дети. Давайте мы с вами поиграем. Игра называется «Правда или неправда?» У Вани и Феди есть вертолёт. Правда или неправда? Да, правда. Они никогда не спорят. Правда или неправда? Неправда. Мальчики играют дружно. Правда или неправда? Неправда. Мама разрешила спор. Правда или неправда? Правда. Продолжаем играть. Если вам задать вопрос «Чей вертолёт?» Как вы ответите? Конечно, мой вертолёт. А если спросят «Чья мама?», то как вы ответите? Вы ответите правильно «Моя мама?». Дальше. Как ответила бы мама из рассказа на вопрос «Чьи игрушки?» Правильно. Мама ответила бы «Ваши игрушки». Переходим к следующему вопросу. Монолог. Монолог – один из видов речи. Монологи – есть участник, тот, кто говорит, и те, кто слушают. Монологи должен говорить только один человек, а остальные слушают. И вопросы не задают. Поэтому речь должна быть понятной для всех. Значит, монолог – это когда говорит один человек, а другие слушают. Чтобы понять, что такое монолог, давайте посмотрим диалог. Как тебя зовут? Меня зовут Айбек. В каком классе ты учишься? Я учусь во втором классе. Вы услышали диалог. А теперь этот текст передадим в виде монолога. Меня зовут Айбек. Я учусь во втором классе. Вы услышали монолог. Здесь без вопросов Айбек рассказал о себе. Посмотрим другой диалог. С кем ты дружишь? Я дружу с Асаном. А вы с ним не ругаетесь? Нет, мы друг другу уступаем. А теперь этот диалог передадим в виде монолога. Я дружу с Асаном. Мы с ним не ругаемся, а уступаем друг другу. Вы услышали монолог мальчика. Мы с вами рассмотрели разные темы к уроку и вместе с тем рассматривали тему дружбы. И убедились, что можно жить дружно, уступать друг другу, делиться с другом и не спорить. Тот, кто умеет дружить, тот заботится о товарищах, старается сделать хорошее не только другу, с кем особенно дружит, но и всем детям класса. Когда дети дружат, они заметят, кто заплакал, кто загрустил, придумают, как развеселить товарища, поиграют с ним. В песне о дружбе поется «Друг в беде не бросит, лишнего не спросит, вот что значит настоящий верный друг». Быстро время пролетело и идет к концу урок. Так давайте без задержки подведем всему итог. Сегодня на уроке мы продолжали учиться составлять диалог. Вспомнили, как отвечать на вопросы «чей», «чья», «чье», «чьи». Узнали, что такое монолог. Убедились, что дружба помогает решить споры. До свидания, ребята, до новых встреч!